Занятия в этом учебном учреждении начинаются не со звонка на урок, а с общей молитвы. Центр подготовки церковных специалистов Симбирской епархии начал работу с середины сентября текущего года. Его открытию предшествовал долгий подготовительный процесс. И вот 25 августа Священный Синод принял соответствующее решение. Провели вступительные испытания, набрали сейчас 15 человек на первый курс, которые, пока я вижу, с большим желанием стараются посещать и учиться в этом учебном заведении. Я очень надеюсь, что оно у нас состоится и будет приносить пользу епархии. Мы стараемся сделать так, чтобы его программа максимально, полно соответствовала программам первых трех лет обучения в духовной семинарии. Как отмечает директор Центра подготовки церковных специалистов Ерей Даниил Гасников, по окончании учебы в Центре учащийся может быть рукоположен в одиаконы, а также поступить сразу на третий курс духовной семинарии. В Центре подготовки церковных специалистов будут несколько направлений обучения. Первое направление обучения – это пастырское направление, основное направление, которое будет готовить тех людей, которые хотят продолжить свое служение в Церкви в священном сане. То есть диаконов, если дальше захотят поступить в семинарию, на третий, на четвертый курс, и после окончания семинария стать уже священнослужителем. Также будет в Центре и подготовка катхизаторов, миссионеров, направление псаломщиков, которые так необходимы в храмах нашего города, и сестер милосердия. То есть он будет такой разнонаправленный, но основной, конечно, центр всего – это будет пастырское отделение. Преподают на курсах как представители симбирского духовенства, так и педагоги высших учебных заведений Ульяновска. Студенты изучают такие дисциплины, как основу приходской просветительской деятельности, священное писание Ветхого Завета, догматическое богословие, церковнославянский язык, церковное пение. У каждого из них своя мотивация учиться здесь. Ну, когда я узнал про этот Центр подготовки церковных специалистов, вообще сразу появился интерес. Интерес, в первую очередь, к тому, чтобы расширить свои знания о православии, увеличить некий вот багаж знаний. Это, во-первых. А во-вторых, понять, ну, собственно, чем, каким образом я могу быть полезен по выпуску из этого учебного заведения в церкви, в храме, в целом в мире. В православии я пришел, ну, можно сказать, не так давно, поэтому как-то узнать побольше, обучиться, ну, приобрести новые знания. Ну, и в дальнейшем уже как сложится дальше, будет известно. Посмотрим. А так, в принципе, очень интересно расширить свой кругозор. Обеспечение епархии новыми кадрами, священнослужителями и грамотными церковными специалистами – главная цель нового учебного учреждения. Начало положено, и хочется верить, что работа центра в этом поможет. Сергей Николаев, Владислав Фролов, Симбирская митрополия. Перед глазами изумленных зрителей разворачивается нешуточная борьба правоохранителей и уличных преступников. Побеждают стражи порядка, потому что они знают секреты боевого искусства самообороны без оружия, одним из основателей которого был ученик святителя Николая Японского Василий Ощепков. В Ледовом дворце «Волга-спорт-арена» подводит итоги третьего международного фестиваля по борьбе самбо среди юношей и девушек, который традиционно проходит в городе Ульяновске. В этом году фестиваль посвящен памяти святого благоверного князя Дмитрия Донского. Это святой нашей страны, святой для каждого человека является Дмитрий Донской примером понятным, примером добродетели, примером силы, достижения результата. И, конечно, это человек, который объединил Русь. И я думаю, что это такой символ в сегодняшнем дне очень важный, который способствует укреплению не только физической составляющей, но и духовной, что самое главное. Данный фестиваль подготавливался на протяжении трех месяцев. И начало он получил еще от благословения митрополита Лонгина. Мы пришли вместе с министром управления физкультуры и спорта Николаем Юрьевичем Скобельным и приятел с городской федерацией самбо Артемом Владимировичем Филатовым для того, чтобы получить благословение на открытие духовно-спортивного центра, который мы собираемся открыть на базе школы Олимпийского резерва номер 6. И владыка благословил назвательный центр в честь Дмитрия Читонского, говоря на князе. И оттуда пошло, что название мы решили взять также и для нашего фестиваля. Организаторы мероприятия выступили Ульяновская городская общественная организация Федерации спортивного и боевого самбо при поддержке и содействии Министерства физической культуры и спорта Ульяновской области, Управлении физической культуры и спорта администрации города Ульяновска Симбирской епархии. Организаторы охотно рассказывают о целях и задачах спортивного фестиваля. В первую очередь привлечение как можно больше детей в спорт. В первую очередь это отборочные соревнования. Дети получают разряд, обмениваются опытом, и, соответственно, растут патриотическое воспитание, духовное воспитание. На мероприятии в качестве участников прибыли более 800 российских и иностранных спортсменов. Пришло множество почетных гостей. Председатель Патриаршей комиссии по физической культуре и спорту митрополит мурманский и манчегорский митрофан высоко оценил уровень проведения фестиваля самбо в Симбирске-Ульяновске. По благословению святейшего, святейшего Патриарха, я приветствую на этом знаковом мероприятии для этой земли замечательной. Очень радостно, что у вас есть традиции. Традиции проведения подобных соревнований, которые проводят не просто ради спорта, а ради возрождения того, чем так богат наша страна, своей духовностью, своими могучими небесными покородителями воинами, православными воинами русской земли и Святой Руси. Это очень глубокая мысль, присваивать каждому такому соревнованию, каждому невозможно имя нового небесного покородителя. Участников соревнований и гостей фестиваля поприветствовал митрополит Симбирский и новоспадский Лонгин. Эти соревнования не случайно посвящены памяти этого русского святого. Людям, которые увлечены смортом, известно, что для победы необходима не только физическая сила, но и сила духовная. Часто результаты соревнований, для этого силы духа вы не имеете, и все еще, чем передище перед работой. Однако, что такое сила духа, люди понимают по-разному. И тогда сами, как вы думаете, в середине были ищут каких-то экзотических, религиозных и религиозных средствах с веществом. Для нас, в середине, жизнь духа – это жизнь, человек, и с Богом. Жизнь спасательная и мощная. Она требует настоящего мужества, и многих художников. Но она помогает преодолеть многие не очень. Самое главное – преодолеть силу у себя. Владыка Лонгин и Владыка Митрофан приняли участие в церемонии награждения победителей. В этом году соревнования проходили на Кубок главы Симбирской митрополии, а открытый турнир – на Кубок главы города Дмитрия Вавилина. Я принимала участие с двумя людьми. Я боролась, но, конечно, схват проиграла, но заняла зато второе место. Как отмечают организаторы фестиваля, на будущий год планируется увеличение количества участников соревнований из разных регионов России и разных стран. Сергей Николаев, Владислав Фролов, Симбирская митрополия. Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем отвечать на ваши вопросы, которые вы присылаете по электронной почте. К нам поступил вопрос. Венчание, крещение, причастие – это все таинства церкви. Сколько их? Почему они называются таинствами? Откуда они берут свою традицию? Обязательно ли каждому христианину участвовать в каждом из них? Каково их значение для православного человека? Ну, как мы знаем из Писания, основные таинства христианства – это таинство крещения, как дверь вхождения в церковь, и таинство Евхаристии. Но нельзя исключать из нашего внимания, да, и другие таинства, которые с первых веков христианства, это четвертый, шестой век, упоминания об этих таинствах есть в древней церкви. Что это за таинство? Это таинство мира помазания, последующее за таинством крещения, в котором преподается благодать Духа Святаго, который помогает человеку укрепляться и возрастать в вере. Это таинство брака, в котором священник испрашивает благословения для будущих супругов на совместную жизнь, на совместное рождение, воспитание детей. Это таинство исповеди, в котором человек возвращается к тому пути покаяния, которому он избрал при принятии таинства крещения. Потому что в таинстве крещения человек избирает христианский путь, а в таинстве покаяния кается в своих грехах, возвращается на этот путь христианской жизни. Таинство еле освящения, или по-другому таинство соборния, в котором для болящих испрашивается ослабление их грехов, оставление грехов, исцеление. Все эти таинства имеют под собой видимую часть. То есть это не просто ритуал, а это молитва к Богу о прощении грехов, о укреплении, о возрастании в вере, о помощи в семейной жизни. То есть все то, что касается ключевых моментов нашей земной жизни, все это сопряжено с церковными таинствами. Таинство священства, когда человек избирает путь служения Богу и в архиерейских молитвах, в молитвах епископа, и спрашивается благодать для ставленника, чтобы он совершал церковные таинства или помогал при совершении. Существует вот семь таинств церковных, в которых мы и спрашиваем у Бога помощи, благодатной поддержки. И эта благодатная поддержка посылается под видимым каким-то символическим действием священник. Или это погружение в воду, или помазание святым освященным маслом, или возложение рук. Вот это и есть церковные таинства. Так исторически сложилось, что их семь, и все они относятся непосредственно к делу нашего спасения. Естественно, человеку невозможно участвовать в силу семейного положения, в силу пола принадлежности. Например, женщины не могут принять таинство священства, поэтому, естественно, они не могут участвовать в этом таинстве. Есть таинство брака. Не каждый человек избирает путь жизни семейной. Есть еще и другой путь, путь безбрачия. Поэтому тоже тут от этого таинства человек устраняется. Поэтому эти таинства как инструменты восшествия к Богу. Но, естественно, человек участвует их по мере необходимости и в разных жизненных ситуациях. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok